Решим задачу номер 5 из тренировочного варианта номер 3, государственной итоговой аттестации по математике. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Начнем с последнего графика. Почему? Потому что проще всего для того, чтобы выбрать нужную формулу для нужного графика, проще всего отметить на графике точку с целочисленными координатами. Например, выберем на третьем графике V точку с целочисленными координатами. То есть вот в эту точку и координаты у этой точки будут равны 3 и 1. То есть мы выбрали точку с координатами 3, 1. Что это значит? Это значит при x равном 3, y должен быть равен 1. То есть x равное 3, y равен 1. Подставим в каждую из данных формул эту пару. То есть x равно 3, y равно 1. Подставляем. Вот предположим, если подставить в первую формулу. Получается x равно 3. Это получается 3х3, 9. То есть получается минус 1 девятое. Данному y, нашему y не удовлетворяет. Почему? Потому что y должен быть равен 1. То есть первая формула не подходит. Подставляем во вторую функцию. Вместо переменной x подставляем 3. 3 разделить на 3 будет 1, да еще минус. То есть получается минус 1. Тоже нам не подходит. Потому что у нас y должен быть равен 1. Далее подставляем в третью формулу. Вместо переменной x подставляем 3. 3х3, 9. То есть получается 1 девятое. Тоже не подходит. Подставляем в четвертую. Вместо переменной x число 3. Получается 3 третьих. То есть y равно 1. Получается, что четвертая формула нас устраивает. Значит, графику v соответствует формула под номером 4. Запишем в таблицу. Под буквой v номер формулы 4. Далее перейдем к графику второму. Под буквой v. И возьмем тоже, выберем точку на графике с целочисленными значениями. Например, вот эту точку. Тогда эта точка имеет координаты 3 и минус 1. Почему? Потому что при x равном 3, y будет равен минус 1. То есть получается, вот эта точка будет иметь координаты 3 и минус 1. Это значит, что при x равном 3, y должен быть равен минус 1. Четвертая формула уже выбрана. Мы ее проверять не будем. Начинаем проверять формулы 1, 2 и 3. Видно, что минус 1 получается в случае подстановки данной пары во вторую формулу. Почему? Потому что если вместо переменной x подставить число 3, получается минус 3 треть. То есть получается минус 1. Это значит, что графику под буквой v соответствует вторая формула. v это 2. У нас осталось 3 формулы. Первая и третья. И один график. Вот этот график. Как можно выбрать из этих двух формул нужную? Можно достаточно увидеть, что если переменная x принимает положительное значение, например, x равно 1, то y равен тоже положительному числу. А это значит, что нас устраивает формула под номером 3. Почему? Потому что если вместо x подставить положительное число, тогда данная дробь будет положительной, тогда y будет положительным числом. То есть получается, а здесь, в первом случае, у нас получается, если x положительна, то за счет вот этого минуса y будет отрицательным. То есть данное значение нас не устраивает. Это значит, графику, первому графику под буквой a соответствует номер 3. Номер формулы под номером 3. Ну или можно было по-другому рассуждать. Можно было просто подставить вместо переменной x единицу. Подставляем единицу в первую формулу и во вторую. В первую и в третью. В первую и третью. Подставляем единицу. Получается минус одна треть. А во втором случае получается просто одна треть. Видно, что у нас y равен одной трети с плюсом. Поэтому мы выбираем формулу под номером 3. Таким образом, окончательный ответ 3, 2, 4. Задача решена. Продолжение следует.